В эфире информационно-музыкальная программа радио Карачаева, Черкесии, Республика. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре вторник, 29 марта, в студии Мадина Табулова. Я рада приветствовать всех, кто встречает это утро вместе с нами и по традиции коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Сегодня день специалиста юридической службы в вооруженных силах России и день памяти героев на Мадагаскаре. В 1873 году Лев Толстой начал работу над романом Анна Каренина. В 1940 году Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. В 1886 году создан рецепт популярного в мире напитка кока-колы. В этот день, в 1998 году, в Лиссабоне был открыт самый длинный европейский мост. В 1927 году в провинции Антарио, Канада, отменен сухой закон, вместо которого введен правительственный контроль за торговлей алкоголем. В 1967 году спущена на воду первая французская атомная подлодка. В этот день, в разные годы, родились такие известные люди, как советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина Лаврентий Берий и советский российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель Станислав Говорухин. Далее наша программа продолжит музыка. Не переключайтесь. А мастерил по весне я скворечники, не скворечники, ладил дворцы. Прилетайте мои, вы потешники, вы птицы мои. А я рубаночком радовал досочки, все без устали поутреться, чтобы были уютными гнездышки. А вашим птенцам сквозцы летят на родину сквозцы. Летят, летят, скворчихи насквозу серьезно так глядят. Летят, глядят, скворцы летят на родину скворцы. Летят, летят, скворчихи наскворцов серьезно так глядят. Летят, глядят. А будут песни гулять по окрестностям, будут рощи вовсю зелены. Пойте, пойте не ради известности, ради весны. Пойте, ради пресветлого праздника Безмятежную песню свою. Песню вешнюю, песню сердешную. А я подпою. Скворцы летят на родину скворцы. Летят, летят, скворчихи наскворцов серьезно так глядят. Летят, глядят, скворцы летят на родину скворцы. Летят, летят, скворчихи наскворцов серьезно так глядят. Летят, летят, глядят... На волне радио Крачао-Черкесия информационно-музыкальная программа «Республика». Сегодня вторник, 29 марта, в студии Мадина Табулова. В МВД «Республике» прошел брифинг по вопросам оказания государственных услуг населению в электронном виде. В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела информатизации, связи и телерадиовещания Минпрома Андрей Фейфилов и руководитель Республиканского полномочного многофункционального центра «Предоставление государственных и муниципальных услуг Султан Еркенов». Подробности в материале Валерии Дагужиевой. Одним из важных направлений деятельности Министерства внутренних дел Республики, помимо выявления правонарушений, является предоставление жителям Республики государственных услуг, в том числе и в электронном виде. Однако, такой возможностью пользуются немногие граждане, отмечают в региональном министерстве. Все мы работаем над реализацией майского указа президента России Владимира Путина об основных направлениях совершенствования системы государственного управления, где обозначен ориентир, в соответствии с которым в 2018 году доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, должна составлять 80%, отметил заместитель министра внутренних дел по Карачао-Черкесии Александр Середа. Тем не менее, несмотря на очевидное удобство получения услуг в электронном виде, по-прежнему невелик процент граждан, пользующихся единым порталом предоставления услуг. Одно из таких важных и больших направлений – это оказание государственных услуг у нас. Это и по линии ГИБДД, и по линии лицензионно-расшительной работы, и по линии информационного центра. В 2008 году началась работа по созданию единого портала государственных и муниципальных услуг, функций. Правительством Российской Федерации в качестве оператора единого портала определено Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Майскими указами президента Российской Федерации организация по интеграции государственных органов в единую систему межведомственного документа оборота обозначена как приоритетная задача. Поэтому вы видите, что сегодня не только МВД, у нас представители и МФЦ, и Министерство промышленности. Мы работаем с ними в рамках электронного взаимодействия. Ну и отчасти наша работа с ними пересекается, потому что часть запросов делают они к нам, часть задач выполняют многофункциональные центры, которые на данный момент уже открыты во всех районах республики. В общем-то, все мы работаем над реализацией майского указа президента Российской Федерации номер 601 в основных направлениях совершенствования системы государственного управления, где обозначен ориентир, в соответствии с которым в 2018 году доля государственных услуг, оказываемых гражданами в электронном виде, должна составлять 80%. У нас, к сожалению, на данный момент проблема возникла в том, что Министерство внутренних дел Покорачево-Черкесской республики готово предоставлять услуги в электронном виде. Мы уже эту систему совершенствовали в течение нескольких лет, но, к сожалению, анализ показывает, что в прошлом году из 6593 государственных услуг только более 2000 было оказано в электронном виде. Это где-то около 4%. На этот момент, скажем, у нас требования в 10 раз выше стоит перед нами. Конечно, мы работаем над этой проблемой и с вами тесно работаем, но, тем не менее, вот пока сталкиваемся с тем, что мы не можем никак убедить граждан, что им проще действительно не ехать из района в город Черкесский или в районный центр, скажем, можно из дому спокойно подать тот пакет документов и определить время, на когда примет государственный служащий заявителя, и приехать, не тратить свое время, ну и вплоть до того, что, в общем-то, период обращения гражданина, часть информации мы уже получаем, у нас меньше времени идет на обработку, но пока вот эта проблема у нас возникла. На данный момент через МФЦ жители могут получить 41 госуслугу по линии МВД в четырех направлениях деятельности ведомства, в том числе в сфере безопасности дорожного движения, лицензионно-разрешительной работы информационного центра и добровольной дактилоскопической регистрации. Большую часть государственных услуг МВД жителям региона предоставляет Центр лицензионно-разрешительной работы 75% услуг. Процент услуг оказанных центров в электронном виде постепенно увеличивается. Если в 2015 году их доля составила 16%, то за два месяца текущего года уже 58%. Как сообщил начальник отдела информатизации, связи и телерадиовещания Министерства промышленности и торговли Республики Андрей Фифилов, процент жителей Республики, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, совпадает со среднероссийским показателем. В Министерстве промышленности и торговли проделана большая работа, созданы во всех районах, как было сказано, МФЦ. То есть мы создали сейчас базу. Дальнейшая цель – только совместными усилиями, популяризируя получение услуг в электронном виде, мы можем увеличить процент. На сегодня процент зарегистрированных граждан на портале ИСИА, что является обязательным условием получения услуг в электронном виде, составляет 16-70%. Это средний показатель по стране, но совместными усилиями, я думаю, мы его увеличим. На данный момент в Карачао-Черкесии действует 13 многофункциональных центров, по одному в каждом районе и городском округе. В республиканской столице черкески для граждан открыты два центра – республиканский полномочный и городской. Только за прошедший год ими в общем сложности оказано 89 тысяч государственных и муниципальных услуг, отметил руководитель Республиканского полномочного многофункционального центра предоставление государственных и муниципальных услуг Султан Иркенов. За прошлый год многофункциональными центрами республики оказано 89 тысяч услуг. Многофункциональные центры сами по себе предполагают обращение гражданина лично. Но при этом одной из услуг многофункциональных центров является услуга по регистрации граждан на едином портале государственных и муниципальных услуг. Обеспечение возможности гражданину подать заявление, в том числе и в МВД, и в любые другие интересующие его органы, подать заявление в электронном виде, не ходя никуда. На сегодняшний день действительно в общей сложности в Карачаево-Черкесской республике открыто 13 многофункциональных центров. В каждом муниципальном районе, их 10 у нас в республике, и в каждом городском округе, их 2, Карачаевск и Черкесск. В городе Черкесске действуют 2 многофункциональных центра. Это Черкесский городской и Республиканский уполномоченный. В каждом многофункциональном центре обеспечена возможность зарегистрироваться на портале государственных услуг. В общей сложности все процедуры по регистрации занимают не более 5 минут. И вот за последние 5 лет немногим более 60 тысяч граждан зарегистрированы. Это да, нормально, но тем не менее, для оказания услуг, для популяризации услуг, для того, чтобы мы работали в электронном виде, необходим отклик от граждан. Согласно опросу, проведенному сотрудниками МВД по республике, более 96% респондентам высказали удовлетворение к качествам предоставления услуг и степенью их доступности. 94% опрошенных граждан знают, как получить государственные услуги в электронном виде. По результатам анализа были выявлены причины, по которым граждане не обращаются за получением услуг в электронном виде через единый портал. В первую очередь, это низкие навыки работы за компьютером и в сети интернет. Вместе с тем, граждане не умеют регистрироваться на едином портале госуслуг. Еще одна причина – отсутствие информационных терминалов в местах предоставления госуслуг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». Сегодня вторник, 29 марта, в студии Мадина Табулова. Наркомания представляет угрозу жизни и здоровью не только для отдельного человека, но и всего общества. Работники отдела культуры и администрации Хабейска муниципального района не остаются в стороне от этой общественной проблемы. Тему продолжит Альбина Ухтова. В Хабейской районной библиотеке прошел семинар-совещание с участием психологов общеобразовательных учреждений района, психиатра-нарколога Центральной районной больницы, работников библиотек сельских поселений по вопросу профилактика наркомании среди подростков и молодежи. Участниками семинара было вынесено решение объявить районный месячник «Мы за здоровый образ жизни». В программу были включены конкурсы рисунков на лучшие сочинения и лучший видеоролик о здоровом образе жизни. В рамках районного месячника по профилактике наркомании информационный отдел районной библиотеки провел диспут «Молодежь за здоровый образ жизни». В мероприятии приняли участие учащиеся 8 мая класса лица интерната под руководством Фатимы Седаковой. В беседе на тему «Все в твоих руках» остро обсуждалась тема наркомании среди подросткового возраста. Был также проведен кинопоказ социального ролика и короткометражного фильма о вреде наркотиков и наркосодержащих веществ. Учащиеся твердо аргументировали свою точку зрения, занимали обоснованную позицию в отношении употребления наркотиков и доказывали потребность в здоровом образе жизни. Конечно же, работники культуры не могут напрямую бороться с распространением наркотиков и лечить наркотическую зависимость. Но достичь успеха в борьбе с этим негативным явлением возможно через книги и богатую информационную базу, которыми располагают работники библиотеки. И, конечно же, через работников наркологического отдела районной больницы. По словам главного врача районной больницы Амина Макаова, мы должны каждую минуту думать о том, что борьба против наркомании – это ежедневный труд всех заинтересованных людей. Я хотел бы сегодня озвучить несколько цифр, а также сказать о тех проблемах, которые возникают у нас, у работников здравоохранения. И связано это с тем, что люди все-таки тяжело понимают, что такое здоровый образ жизни, зачем она нужна и что за этим всем дальше уже последует. Вы должны понимать, особенно это касается молодежи, что здоровый образ жизни – это сегодня успешный человек. Человек, который состоялся, человек, у которого практически в жизни все и будущее, и, как говорится, и прошлое является достоянием, чтобы можно было это показывать окружающим людям. Сегодня у нас очень серьезная проблема, связанная с тем, что все-таки при всем том желании, при всем том стремлении, которое имеется у населения Хабетского муниципального района, у жителей Хабетского муниципального района, все-таки уровень и наркомании, и уровень алкоголизма, то есть тех людей, которые стоят у нас на учете в наркологическом диспансере, он из года в год практически не меняется. Он из года в год практически восполняется теми людьми, которые подпадают и попадают под наблюдение. Вот сегодня, на сегодняшний день у нас с вами в районе 64 человека стоят по поводу наркомании и 279 человек состоят по поводу алкоголизма. Из них более 80 лиц – это лица, которым еще не исполнилось 30 лет. Это люди, у которых вся жизнь впереди, это люди, которые должны создать семью, которые должны воспитать детей. И, к сожалению, сегодня проблема и наркомании, и алкоголизма, проблема отсутствия понимания, что такое здоровый образ жизни, оно ведет к тому, что население практически сегодня слабо реагирует на те позывы, на те моменты, которые необходимо менять. И сегодня, вот обращаясь к детям, к людям, которые практически через несколько лет переступят пороги школ и вступят в новую взрослую жизнь, надо понимать, сегодня, употребляя наркотические средства, употребляя алкоголь, даже употребляя табак, вы должны осознавать, что ваше здоровье в конечном итоге, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, в обязательном порядке, окажется под угрозой. Ни один наркоман, ни один алкоголик, я вас уверяю, в этой жизни никакого следа не оставил. И не оставил, к сожалению, потому что эти люди, люди не созидатели, а люди разрушители. Вы должны в своей жизни всегда ориентироваться на одно. Вы должны стать успешными созидателями нашей с вами жизни. Развлекательно-опознавательная акция «Мы за здоровый спорт. Мы против наркотиков» прошла в детском отделе Хабейской районы библиотеки. Литературная викторина на тему «Спорт», веселая кинозарядка, спортивные эстафеты с мечом, шарами, подведение итогов конкурса на лучшие сочинения и конкурс рисунков на тему «Спорт – это жизнь» – такая насыщенная программа была составлена организаторами этого веселого праздника для учащихся третьих классов средней школы Аула Хабез. В конце мероприятия были подведены итоги конкурса, вручены призы, а затем дети с удовольствием посмотрели мультфильм «Мой дадыр». В этот же день работниками районной библиотеки был проведен тематический вечер «Скажи наркотикам нет» с участием учащихся восьмых классов средней школы Аула Хабез. В юношеском отделе районной библиотеки был проведен устный журнал «Молодежь без наркотиков». Страницы журнала освещали инспектор подразделения по делам несовершеннолетних МВД России Хабезский Асиат Шефужева, психиатр-нарколог ЦРБ Асиат Имзагова и медсестра Луиза Зрукова. Месячник по профилактике наркомании набирает обороты. Работники районной библиотеки готовят в рамках месячника еще ряд мероприятий – викторины, диспуты, киновечера. Работники районной библиотеки готовят в рамках месячных МВД России Ну, здравствуй, как жизнь, как дела твои? Как ты изменилась в глазах моих? Я тоже, как видишь, уже другой Но только, как ты, не дружу с травой Опомнишь наш вечер и белый снег Ложился на плечи тебе и мне Шел первый теплый снег декабря Тогда я не знал, какая выглянь Слезами закапает душ в бокал Напрасно я все же тебя искал Напрасно пытался вернуть назад И тонет из дыму безразличный взгляд Опомнишь наш вечер и белый снег Ложился на плечи тебе и мне Шел первый теплый снег декабря Тогда я не знал, какая выглянь Опомнишь наш вечер и белый снег Когда-то зелу и подарила мне Сказала, что любишь жить первый раз А снег на земле превращался в грязь Скользит по клиентам туманный взгляд И дым сигарет источает яд Ну что же, оставайся, а я пойду Мне не отвезти от тебя беду Опомнишь наш вечер и белый снег Ложился на плечи тебе и мне Шел первый теплый снег декабря Тогда я не знал, какая выглянь Опомнишь наш вечер и белый снег Когда-то зелу и подарила мне Сказала, что любишь жить первый раз А снег на земле превращался в грязь На волне Республиканского радиоинформационно-музыкальная программа Республика сегодня вторник, 29 марта В студии Мадина Табулова Безусловно, каждый из нас теряет важные и ценные бумаги В том случае, если же вы не обнаружили каких-либо документов на имущество То необходимо будет их восстановить То есть получить дубликаты и запросить архивные копии Ведущий специалист-эксперт по работе со СМИ и общественностью Управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Зухра Кузнецова Подробно рассказала, куда именно обращаться При утере документов на наследуемое имущество В беседе с нами Зухра Кузнецова Также обратила внимание на то, что не стоит затягивать С процедурой восстановления документов Что делать, если утрачены документы на наследуемое имущество Документы на наследуемое имущество В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Пунктом 1 статьи 17 Федерального закона О государственной регистрации права на недвижимое имущество И сделок с ним могут относиться Акты, изданные органами государственной власти Или органами местного самоуправления В рамках их компетенции и в порядке Который установлен законодательством Действовавшим в месте издания таких актов На момент их издания Договоры и другие сделки В отношении недвижимого имущества Совершенные в соответствии с законодательством Действовавшим в месте расположения Объектов недвижимого имущества На момент совершения сделки Акты или свидетельства О приватизации жилых помещений Совершенные в соответствии с законодательством Действовавшим в месте осуществления Приватизации на момент ее совершения Свидетельство о праве на наследство Вступившие в законную силу Судебные акты Акты или свидетельства О правах на недвижимое имущество Выданные уполномоченными органами Государственной власти В порядке установленным законодательством действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания. И иные акты передачи права на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с законодательством, действовавшим в месте передачи на момент ее совершения. Свидетельство о государственной регистрации права собственности, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение, переход, ограничение, обременение прав. Сведения о содержании правоустанавливающих документов, обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости, а также сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, предоставляются в числе прочих. Лицам, имеющим право на наследование имущества правообладателя по завещанию или по закону. Правоустанавливающие документы – это документы, которые являются основанием для государственной регистрации прав. При утрате документов на наследуемое имущество необходимо придерживаться следующего алгоритма. Первое. Обратиться к нотариусу, открывшему наследство. Получить у нотариуса, открывшего наследственное дело, оригинал документа. Это могут быть справка, письмо, какие-нибудь документы, на основании которых он открыл наследственное дело. То есть получить оригинал документа, выданного нотариусом, в том числе заверенного им своей подписью и оттиском личной печасти и подтверждающего право лица на наследование имущества правообладателя по завещанию или по закону. Необходимо получить либо выписку из ЕГРП, либо справку, подтверждающую факт регистрации права на объект недвижимости за наследодателем. Если утрачены документы на имущество, которое наследодатель зарегистрировал после 31 января 1998 года, нужно заказать выписку из ЕГРП. Выписку из ЕГРП можно получить в многофункциональном центре или в электронном виде через официальный сайт Росреестра. Например, если утрачены документы на имущество, которое наследодатель зарегистрировал до 31 января 1998 года, обратиться с заявлением в организацию, занимавшейся регистрацией права на объект недвижимости до указанной даты. Например, если недвижимость находится на территории другого района, допустим, Российской Федерации, на территории Абинского района, регистрации права на здание до 11.10.1999 года занималась БТИ Абинского района. Ныне, допустим, это будет филиал государственного унитарного предприятия, край техинвентаризация, краевое БТИ по Абинскому району на земельные участки земельный комитет. Получить запрашиваемый документ и предоставить его нотариусу, у которого открыто наследственное дело. То бишь, если я проживаю в Карачаево-Черкесской республике, родственники, которые проживают в другом регионе Российской Федерации, решили мне подарить там, завещали квартиру, а документы я потеряла. Правоустанавливающие документы на квартиру я потеряла. Что мне делать? Мне нужно обращаться вот в те органы, которые, допустим, до 1998 года, до 31 января 1998 года, это делали органы БТИ, право собственности регистрировали органы БТИ. Значит, мне нужно обратиться вот в орган, в краевое БТИ, допустим, если это, как я сказала, Абинский район, в краевое БТИ, чтобы подтвердить право собственности за моим родственником. И вот эти документы уже нужно будет предоставлять на государственную регистрацию права собственности. После получения запрашиваемого документа, его следует передать нотариусу для оформления свидетельства о праве наследства. Сведения о правах наследодателя на объекты недвижимого имущества, обобщенные сведения о правах наследодателя на имеющиеся у него объекты недвижимости, могут быть получены нотариусом самостоятельно по его запросу в связи с открытием наследства. Как видите, в восстановлении ценных документов и бумаг, подтверждающих ваше законное право владеть жилплощадью, процедура относительно несложная. Необходимо запомнить несколько простых правил. Первое. Копии почти всех свидетельств с начала 1998 года хранятся в Росреестре. Второе. Копии в обязательном порядке хранятся в тех организациях, где вы получали оригиналы. Никто из нас не застрахован от потери важных документов. Поэтому специалисты советуют делать ксерокопии всех важных документов, а также нотариально заверять и хранить отдельно от оригиналов. Тогда процедура восстановления не займет много времени. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...